Новые костюмы и вообще они готовились к этому сезону очень и очень серьезно. Им придется защищать ведь свой титул олимпийских чемпионов, а это, как всегда, вы знаете, трудно и сложно. Ну что ж, давайте посмотрим вместе с вами выступление. Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, Олег Васильев не исполнил прыжок в двойной флип, и это очень сложная, очень грубая ошибка, к сожалению. А вот еще одна ошибка. Лена на целый оборот больше сделала, чем Олег Васильев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот и первый прокат на официальном соревновании. У Елены Валовой и Олега Васильева. К сожалению, они допустили две ошибки, одна из которых достаточно грубая. Естественно, судьи сейчас не приминут снизить высокий балл. Ну, Олег уже сам чувствует это. Я, конечно же, недоволен. Но, как говорится, лед скользкий, и не всегда даже знаешь, почему ты сделал такую ошибку. Хотя, в общем-то, я знаю, что для него этот элемент не составляет никакого труда в исполнении. Может быть, подход неудобный, может быть, близко партнерша стояла. В общем, по-всякому бывает. Но вот факт остается фактом. Судьи не приминут сейчас сбавить оценку. Вы, наверное, заметили очень интересную комбинацию вращения. Там очень много всевозможных смен позиций. Спортсмены во время вращения даже расходятся, потом снова съезжаются. Вот это новая комбинация, которая обязательно в исполнении в короткой программе УПАР в этом году. На мой взгляд, эта комбинация очень бы выиграла, если бы еще она до конца была сделана на скорости. Потому что, когда вращение с хорошей скоростью, с хорошей силой начинается и также в таком же темпе заканчивается, то, естественно, это вращение более выигрышно смотрится. Ну, судей, видите, конечно, не сразу могут выставить оценку, поскольку, в общем-то, и разногласия, и уровень спортсменов довольно высок. А снимать-то оценки приходится. Все-таки консерватизм в нашем виде спорта достаточно высок. И не всегда судья поднимет руку на чемпионов или на экс-чемпионов, дабы покарать их за какие-то ошибки. Я уже говорил, что в этом году программы совершенно новые, и Тамара Москвина, тренер их. Ну, давайте посмотрим. Ну, оценки, естественно, такие, как и должны, в общем-то, быть. Судьи практически не разошлись во мнении. Разница в 0,3. Это вполне допустимо. Но, мне кажется, за артистизм, за художественные впечатления оценки у них будут намного повыше. Да, как вы видите, 5-9, 5-8, 5-7. Очень высокий балл. И тем не менее, уже им остается очень сложно. Сложно будет бороться за первое место. Хотя, в общем-то, основные соперники еще не откатали свою программу. Пока что у них третий результат.